...здоровье. Прошло два месяца. У меня нету выплат по потере здоровья ни федерального, ни областного. Все наши жители седьмого подъезда пережили после травматический стресс. Вы посмотрите на них. Они все серые, зеленые. Их никого не положили в стационар. Им никто, даже девятая поликлиника, не оказала помощь. Ведь сегодня я узнаю, что в девятой поликлинике собираются списки 164-го дома, которых надо лечить. А это вы сами понимаете. Стресс на лет 20, как говорят наши психотерапевты. И нам очень обидно, почему государство нас не защитило. Где были работники КГБ, ФСБ и всех остальных? Почему это случилось в нашем доме? Почему? Почему Госпошину за квартиру нам не возвращают? Мы что, по собственной вине покупаем новые квартиры? Почему нам сначала обещали, мне сказали, соберите, пожалуйста, все документы. Я через неделю прихожу, они говорят, да, были такие разговоры. Но решили не делать. Сейчас идут суды. Люди просят о выплатах жильцов остальных подъездов. А когда же нам-то будут выплаты, вот тем людям, которые... Которые погибли. Тише, подожди, сейчас скажешь. Когда это будет, почему такое отношение к нам? Что по телевизору говорят, что даже. Всем помогает и все сделает. А нам непосредственно. Почему приорит... Витя, подожди. Витя, подожди. Я люблю, 6 человек нас погибли. Почему приорит у нас отдельных людей? Почему в нашем подъезде очень много пенсионеров и больных? Почему им столько помощи не оказалось? Почему только вот это происходит пиарство? Почему это пресса? Ведь пишут непонятно что. Сколько нам выплатили? И все нам мало. Как так можно говорить? Как мне в 60 лет имели ребенка-инвалида начать с нуля? И как я должна верить в будущее государства? И говорить им спасибо за это. Как я дальше у нас забрали жизнь? Вы нас не смогли защитить. 44 года мы с этими людьми живем. 44 года. А так это было больно вообще. А я могу доказать еще, что я остался с ним в родителях. Что я там очень рада. Я остался живой. А где ты будешь? Какая разница? Какие вопросы задались? Мне еще какие вопросы задались? В общем, я надеюсь, Алексей Леонидович, что вы нас услышите. Потому что все вопросы, которые мы задавали предыдущему губернатору, а я тоже непосредственно в его полиции, она с ним разговаривала, ей написали отписку. Ссылались на закон о персональных данных. Как будто моя дочь, мои персональные данные не должна знать и не их не распоряжаться. Спасибо. Спасибо.